Друзья мои, всем привет! Меня часто спрашивают о том, как правильно сделать стяжку своими руками. В общем, ту смесь, которую я делаю для стяжки, я вам сегодня раскрою секрет и расскажу, как это происходит. Что нужно для этого, какие ингредиенты нужны, какой инструмент. В общем, сегодня будет разговор про стяжку пола своими руками. Поехали! Изначально для того, чтобы сделать стяжку, нам нужно правильно подобрать ингредиенты. А для этого нам нужно что? Для этого нам нужна цементно-песчаная смесь, которую мы называем ЦПС, либо ПЦС, кому как удобно. Далее нам нужен керамзит. Керамзит желательно использовать в мелкой фракции, потому что крупная фракция мне не очень нравится. Во-первых, потому что она крупная, во-вторых, она портит инструмент. Ну и в-третьих, она очень плохо ложится в стяжку. Дальше. Нам нужен плиточный клей. Клей нам нужен для того, чтобы наша смесь тупо не ушла в осадок. То есть, этот клей для нас идет как связующее звено во всей нашей смеси. Она связывает, делает ее более вязкой и более эластичной. И мы ее спокойно растягиваем, раскатываем по нашему полу. Дальше нам нужен объемное ведро, примерно 40 литров. Почему именно 40 литров я предпочитаю использовать ведро? Потому что... Правильно, потому что нам туда идеально входит один мешок ЦПС, какая-то часть керамзита, какая-то часть плиточного клея и вода. Все это аккуратно у нас перемешивается в одном ведре. И это ведро мы целиком вываливаем туда, куда нам надо. Но, предварительно, перед тем, как сделать эту смесь и заливать, естественно, нам нужно установить маяки. Как мы устанавливаем маяки? Это опять отдельная история, но я вам сегодня про нее тоже расскажу. Мы находим самую высокую точку в комнате. То есть, установив лазерный нивелир, находим самую верхнюю точку, и относительно нее мы уже устанавливаем маяки. Но для того, чтобы в этом месте нам не приходилось переливать. Итак, теперь вопрос стоит в чем? Как сделать смесь? Сколько нужно литров воды, сколько нужно керамзита, сколько нужно плиточного клея и сколько нужно мешков на один замес? Пошли, буду рассказывать теперь про это. Для того, чтобы сделать замес, как я уже сказал, нам нужно ведро 40 литров. В эти 40 литров мы заливаем сразу 5-6 литров холодной воды. Литраж может измениться, можно больше, можно меньше, в зависимости от того, какой консистенции вам нужна смесь. Либо более жидкая, либо более густая. Поэтому сами нужно смотреть и добавлять, либо убирать. Дальше, сколько нам нужно керамзита? Для мерки я использую ковшик. Ковшик диаметром 160 мм, вот такой. Он продается в Euro Merlin. Цена начинается от 150 рублей. Можно купить подорожным. В принципе, не важно, какой у вас ковшик. Главное, чтобы он был такого размера. И 8 ковшиков керамзита. Еврокерамзита мы засыпаем в ведро. Почему именно 8? Потому что я так решил. Я решил, что 8 достаточно. В принципе, так оно и есть. Кстати, по поводу керамзита. Его лучше добавлять при толщине слоя от 2 см. Если у вас будет слой меньше, чем 2 см, то можно просто использовать ЦПС, либо ПЦС. Керамзит в этом случае будет вам только мешать. Поэтому, если у вас толщина слоя больше, чем 2 см, то смело добавляйте керамзит в мелкой фракции. Дальше. Дальше мы берем плиточный клей. Плиточный клей можно использовать 1-2 ковшика. Ну, в зависимости от того, какой у вас плиточный клей. В этом случае использовать любой плиточный клей можно. Если у вас есть там старый плиточный клей, а если у вас плиточный клей там самый дешевый, который вы когда-то приобретали, либо кто-то вам его подарил, используйте любой. Пойдет. Дальше. Целый мешок ЦПС 25 кг. Именно 25 кг, потому что я делаю с этим расчетом. ЦПС, ПЦС. Засыпаем. Марка. Марка, в принципе, тут не нужна, не важна. Но я использую М200. Итак, теперь всю эту бодягу мы замешиваем. Аккуратно замешиваем. Желательно использовать пылесос для того, чтобы сразу удалять всю пыль. И вот эта вся пыль не разлеталась по квартире, по комнате, по объекту. Ну, желательно, чтобы все было в чистоте. Замешав все это раствор, мы заливаем стяжку. Стяжка заливается до того момента, пока вы не сделаете везде одинаковый уровень. Итак, мы залили стяжку. И все, забыли мы о ней на целый день. Пускай сохнет. Но все еще зависит от того, какие у вас погодные условия. Если у вас жара, естественно, рекомендуется ее накрыть полиэтиленом. Для того, чтобы влага быстро не удалилась. Чтобы она там немножко настоялась. Если же у вас не такое жаркое помещение, то можно, в принципе, ничего не накрывать. Если вы делаете это в квартире, где-то в офисе, где-то в гараже, то, в принципе, там можно не накрывать, потому что там влага быстро не будет испаряться. Но если же это будет на балконе, где-то в проветриваемом помещении, быстро проветриваем и выветриваем, то лучше там накрыть. Дальше. После того, как у нас стяжка сготовилась, нам нужно удалить маяки и сделать железновку. Теперь смесь для железновки. Берем, значит, опять мешок ПЦСа, ЦПСа. И в этот раз мы добавляем уже 3-4 ковшика плиточного клея. Только плиточный клей и ЦПС, больше ничего. Плиточный клей нам нужен для того, чтобы наша смесь сразу не ушла в осадок, а была эластичной и вытягивалась очень удобно и хорошо. Так, а в этот раз воды нам нужно немножко побольше, потому что нам нужна более жидкая масса, для того, чтобы она хорошо и удобно растягивалась. Но, естественно, все сразу на пол выливать не рекомендую, потому что это все-таки не наливной пол. По частям ковшиком, вот этим же самым ковшиком, которым мы засыпали до этого керамзит и плиточный клей, этим ковшиком мы просто разливаем, либо уже ведерком каким-нибудь другим, там поменьше. И вытягиваем с помощью провила. Все, вот это готовые основания после высыхания уже для любого покрытия, кроме плитки ПВХ, кроме кварцвинила, потому что для них, для этих оснований желательно еще сделать наливайку. Наша стяжка, железновка, подходит для линолеума, для ламината, для паркета, ну и для других, допустим, поверхностей, напольных покрытий. А для плитки ПВХ, кварцвинила и тому подобных делаем наливной пол. В общем, вот такое вот небольшое видео по тому, как нужно сделать правильно стяжку, какой нужно сделать раствор для стяжки, что нужно использовать и как нужно работать. Я думаю, все доходчиво и понятно, я вас не сильно утомил, затруднил, загрузил. В общем, ставим лайки, если непонятно, пишем в комментариях, если понятно, пишем в комментариях, обязательно подписываемся и делимся этим видео, потому что много кто еще делает, все это неправильно. Ну, с вами был, как всегда, Ленар, на канале Перестройка 116 с вами и до следующих видео. Пока!